В результате лобового столкновения погиб человек. Авария произошла сегодня около 4 часов утра в Алексеевском районе. Столкнулись два грузовика. По предварительным данным, 24-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу, по которой ехал больше груз. Молодой человек скончался на месте происшествия. 54-летний дальнобойщик доставлен в районную больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии. Двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний, задержали за попытку кражи из магазина. Продавцы заметили, как два друга набили свои рюкзаки продуктами и попытались скрыться. Там даже не видно, там мёртвая зона, где они прячут. Один смотрит, а другой сует. Сам момент кражи на камеру видеонаблюдения не попал. Возможно, поэтому задержанные молодые люди были уверены в своей безнаказанности. Вели себя неразвязанно. Стражи порядка обвиняли в превышении должностных полномочий. А продавцов остальных покупателей, кто помогал их задерживать, в беззаконии. Ко мне подбегают кассирши и просто ударяют меня по лицу. Я такой думаю, типа, что произошло? Он здесь курил, стоял, не сказал. Плевался на клиентов, ругался, матом матерился, не сказал. Прям в торговом зале? Прям в торговом зале. Продавцы говорят, что двое друзей долго ходили вокруг продуктовых полок и выбирали товар. При этом постоянно озирались на окружающих, проверяли, не следит ли кто за ними. Как только поблизости не оказалось людей, парни начали упаковывать весь товар в свои рюкзаки. А дальше мимо касс направились к выходу. У меня в рюкзаке было с собой две бутылки, бутылки, консервные банки фасоли. Понятно. А у вашего товарища было что-нибудь? То есть обнаружили какие-то продукты из этого магазина, как они говорят? Как они говорят? Но это не из этого магазина были продукты. То есть у вас там тоже что-то обнаружили? Да, у меня даже там шоколад открытый был, не знаю, как называется, который у них в ассортименте нет. В действительности у парней изъяли не только две банки с фасолью. Их рюкзаки были основательно набиты всевозможными продуктами и закоской. Правда, оба приятеля настаивают, что все добро этому магазину не принадлежит. Якобы провизию они купили раньше в другом супермаркете. При этом никаких чеков у них не осталось. Полицейские изъяли провиант и отвезли задержанных в ближайший отдел, где с ними будут работать следователи. Вторая авария за день с участием многотонника. Сегодня днем на проспекте Победы дорогу не поделили МАЗ и Митсубиши. Авария произошла, когда легковой автомобиль сворачивал на левую полосу, по которой двигался грузовик. По всей видимости, водитель МАЗа не успел снизить скорость. В результате удара у Митсубиши оказались повреждены две двери. Люди не пострадали. Возвращаясь к теме сегодняшнего урагана, расскажем об одном пострадавшем. Речь идет о легковом автомобиле. Люди, к счастью, отделались испугом и огорчениями. Испугалась, и здорово еще испугалась. Думаю, на меня падает. По словам Рамзии Габдулхаковны, в момент, когда падал сильный ветер, она сидела возле окна. Неожиданно береза начала шататься из стороны в сторону. Пенсионерке даже показалось, что дерево может упасть на здание. Они высокие, да? И вот это прям шатается. Страшно прям смотреть на них. Дерево упало на припаркованный возле подъезда автомобиль. По счастливой случайности, в салоне иномарки не было людей. Из прохожих также никто не пострадал. Как рассказала владелица Киарио, она оставила машину во дворе и пошла домой. Буквально через 15 минут сработал брелок сигнализации. На место происшествия немедленно приехали участковый и представители управляющей компании. Участное штормовое предупреждение. Будем смотреть аварийные деревья, давать заявку в горзанинхоз. Потому что просто так пилить нельзя. Должно быть разрешение на спил. Никто не отказывается. Ну, такое бывает. Это никто не застрахован от этого. Также дерево оборвало провода уличного освещения. К дому оперативно подъехали сотрудники Казэнерго. И пообещали, что в ближайшее время восстановят электроснабжение. Сегодня рано утром на улице Шоссейной сгорел частный дом. О пожаре на номер 112 сообщили очевидцы. Несмотря на оперативность сотрудников МЧС, спасти брошенное строение оказалось невозможно. Старый деревянный дом в считанные минуты охватило пламя. Местные жители рассказали, что несколько лет назад кто-то пытался купить здание. Однако из-за проблем с правами на землю сделка сорвалась и с тех пор строение пустует. В причинах возгорания предстоит разобраться дознавателям. На мосту в районе перекрестка проспектов Амирхана и Ямашево мотоцикл врезался в легковой автомобиль. По предварительным данным, виноват в произошедшем мотоциклист. Он ехал значительно быстрее потока, обгоняя одну машину за другой. Во время очередного такого опасного маневра водитель двухколесной машины не рассчитал расстояние до Форда и врезался в его задний бампер. После столкновения мотоциклист рухнул на асфальт и смог остановиться через несколько десятков метров. Повезло, что во время падения молодой человек не попал под колеса других машин. На нем была специальная экипировка. Она и уберегла нарушителя от травм. В районе перекрестка с улицы Дубравной на проспекте Победы столкнулись Лада и Шевроле. Водитель Гранты признался, что отвлекся от дороги лишь на мгновение. И вот пришлось вызывать скорую. Видимых травм у владельца Шевроле не было, но со временем мужчина стал жаловаться на головные боли. Поэтому попросил вызвать ему медиков скорой. Врачи осмотрели пациента на месте, а после решили, что забирать его в больницу нет необходимости. Как-то они там задели друг друга, стояли, оформлялись и вы тут. Оказалось, что в этом месте произошли сразу две аварии. Сначала столкнулись грузовик и Шевроле Лачетти. Автомобилисты быстро определились между собой, кто прав, а кто виноват. Пока водители в своих салонах заполняли страховые протоколы, их машины стояли посередине проезжей части. Именно этот аварийный транспорт и не заметил владелец «Лады Гранты». Молодой человек на всем ходу протаранил легковую иномарку. Не увидел и все. Светло время все тогда было. Ну, так вот. А скорость большая, что было? Нет, небольшая. Допустимая. Разрешенная. По словам молодого человека, он ехал в общем потоке машин. От дороги отвлекся буквально на несколько секунд. Когда заметил стоящие с аварийками автомобили, нажимать на тормоза было уже поздно. Парень говорит, самое обидное, что свою «Ладу Гранты» он забрал из автосервиса всего несколько недель назад. Потратил на ремонт немало времени и денег. Теперь очередные услуги автомастера ему опять придется оплачивать из своего кармана.